Он устает Айрмасов, он устает от того, что он в напряжении находится. Вот, я им об этом и говорю, что он постоянно напряжен, да. И вот он ждет атаки в любой момент от Ригондо, в любой момент ждет атаки. Он устает от собственного напряжения больше, чем от атак Ригондо-Ортиса. И в свою очередь он Ригондо никак не напрягает. Да нет, он весь, вот, совсем такой вот пошел, уже вот, вот фирменный кубинский стиль такой. Смотрите, Ригондо как будто там вот какую-то дополнительную гибкость обрел, дополнительную скорость. Расслабился вообще, да, как тряпка, расслабился и все. Ну вот в этой расслабленности таится угроза, постоянно. Еще какая, еще какая, потому что, во-первых, удар, который из такого расслабленного состояния летит. Быстрее. Быстрее и сильнее. А сила это ведь скорость прежде всего. Да, да. Ну и чего так вот на дистанции Ригондо боксировать и просто ничего не делать? Ну пойди-то вперед, ну попробуй сделать что-нибудь. Левый хорошо в разрез, потом правый, боковой на выходе нанес. Нет, не готов на сегодняшний день Армасов боксировать с Ригондо. Не готов. Не готов. Абсолютно уровень мастер-стассы. Четвертого раунда не будет. Но иногда порядок бьет класс. Было бы желание. Было бы что-то такое. Знаете, чтобы порядок побил класс, на мой взгляд, я очень так люблю эту поговорку. Но надо, чтобы порядок был очень высокий, а класс все-таки не очень высокий. Тогда есть шанс. Александр, много случаев, когда величайшие боксеры выходят и проигрывают людям, ну будем говорить так, не самым одаренным и талантливым. Это когда они либо вообще не тренировались, что часто бывает, либо как-то взорвались, уже находясь в ринге и зевнули. Значит, вот давайте так. 80-й год, Олимпиада в Москве. Талантливый же Стивенсон и порядок у Заева. Не талантливый за счет, он за счет работоспособности сделал себя. И что сделал Стивенсон и Заеву? Ничего. И нельзя сказать, что Стивенсон не тренировался. А можно было дать победу и Стивенссону, и Заеву. А на мой взгляд, Эльзаеву будет немножко сильнее. Не будем, это вечный спор. Не будем его сейчас оживлять. Примерно. Да, но просто на самом деле сейчас Ригондо Орти сам сделал так, что будет четвертый раунд. Он просто последние где-то 30 секунд не предпринимал никаких фактических действий. Александр, он, может быть, и хотел сделать этот раунд последним, но просто он не рискует. Обратили внимание, он вообще без риска. Он исключил минимальный риск. Он знает, что выигрывает, он двигается, он немножко подвигался, он немножко вспотел, он бросает быстро руки. Вполне возможно, да. Вполне возможно. Но мне все-таки показалось, что просто он даже как-то, может быть, обленился. Или в углу ему не сказали, с каким счетом. Могли бы прокричать. Вот, вы видите, сразу он вышел на следующий раунд. Нет, он уже не будет перенапрягаться сегодня. Бой сделан. Да, велика разница в классе. И, честно, скажу откровенно, меня Эрмаса разочаровал. Ничего не принял, не предпринял для того, чтобы хоть как-то навязать. Вот что-то показать. Ну, не знаю, мне кажется, что ему надо было бы, вот если бы это было возможно, вот, с Ригондо потренироваться. Но кубинцы, как известно, совместную тренировку и любят. Нет, Ригондо, Ригондо, вы знаете, вот интересно по поводу Халикова. А ему надо навязать, вы знаете, ему надо навязать такой плотный бой. Если хотите борьбу, возьму, но не дать ему вот эти вот движения, великолепные движения. То есть ему надо навязать свою манеру, свой стиль. А как это сделать? Я хотел бы, да, я бы хотел... Догнать невозможно. Хотел бы просто вот обратиться к телезрителю. Посмотрите, посмотрите, это очень красивый, очень хороший бокс. И мне кажется, что даже люди далекие от этого вида спорта могут оценить красоту и легкость работы олимпийского чемпиона Ригондо Ортиса. Правда, эта легкость во многом объясняется тем, что соперник никаких задач перед ним не ставит. Он, в общем, по-моему, смирился. С ролью статиста. Ну, Кост, у нас вот эта встреча, вот этот поединок превратился в пустую формальность. Да, да. Да, закончился бой. Хороший бокс нам показал Ригондо Ортис. И никого бокса она не показала Айрмасову? Ну, не будем так суровы. Айрмасов, мне кажется, что... Он просто не знал, что делать. Ну, если ты вышел на ринг, Александр, если ты вышел боксировать, ты же уходишь боксировать, побеждать, ты же не уходишь проигуру. Ну, найти его не мог на ринге. Итак, победил Гильермо Ригондо Ортис. Гильермо Руа. Айрмасов.